Уважаемые зрители, если вы готовы, то можно сказать громко аплодируют. Так как сегодня полчинальная игра открытой линии Ковлядова-Семинска. Встречайте, кого-то есть! Кто в твоих сочи и после места? Встречайте, ведущая в 2015-1985, впервые Сергей Лисовой! Встречайте, друзья, здравствуйте, здравствуйте, всех ответов на это открытой линии Ковлядова-Семинска. Можно этому еще раз поаплодировать? Сегодня у нас полный финал, и буквально через час, сейчас небольшим мы узнаем, кто из этих команд пройдет в финал и поборется за наш главный риск путевку в город Сочи на фестиваль Ковлядова-Семинска. Подвоку аплодисменты, будем начинать! Итак, друзья, давайте же познакомимся, какие команды у нас сегодня играют. А именно, команда Ковлядова-Семинска. Мы не стесняемся, город Новосибирск! Новосибирску область представляет команда Ковлядова-Семинска. Команда Ковлядова-Семинска, которая до полуфинал-семинска была в неполном составе, но я думаю, сегодня будет у них не менее скучно, чем обычно. Итак, встречайте, команда Ковлядова-Семинска в моем портале, все спокойно. Команда Ковлядова-Семинска, команда «Нечего надеть»! Команда Ковлядова-Семинска, 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 Начнем с представительницей прекрасного пола в жюри. Это заместитель директора молодежного центра «Пионер» Юлия Алексеева. Вакторг-малисменты, друзья! Не менее прекрасный представитель человечества, мой большой друг, участник команды «Говальд-экскурсия» по городу Высшая Лига, Роман Варламов, друзья! Чемпион Иркутской области по КВН, столист группы «Оффбит Оркестр» Алексей Проказов, друзья! Я просто поясню, я просто буду говорить о Алексей Проказове, когда я его вижу, Алексей Проказов, а там уже, знаете, мне не важно, как будет. Алексей Проказов, друзья, еще раз давайте поаплатируем. По-моему, как у вас вычисли, как у вас. Ну, как этого человека можно представить? Вы всячески представляли шоумен, человек, который отвечает за автогонку в нашем городе, участник КВН «Сибирь» Евгений Зайфов, друзья! Человек-сталант! Человек-бородат! Отлично выглядели! Ну и, друзья, директор открытой линии, директор комедии «Сибирьстайл». Что еще про тебя сказать, Сережа? Просто прекрасный человек, Сергей Гамочев, друзья! Ну что, вся команда представлена, вы представлены, а осталось только сказать ни пуха, ни пера! Шоу! Отлично! Команды мы готовимся! Сегодня у нас внутри конкурса, визитка, биатлон и музыкальный номер. Начинаем по традиции с визитки, и команда, которая откроет сегодняшнюю нашу игру, вы все ее знаете, она команда из Новосибирска, сборная города. Давайте поаплодируем команду КВН, мы не стесняемся! Все, давайте им еще подромче поаплодируем, чтобы они учились! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валя, ты чё такая жёсткая-то, а? Да я вообще капец расстроилась. Знаки зодиака же изменили. И кем ты была? Дева. А сейчас? Одинокая дева. Походу, не только знаки изменили. О-о-о, Валя, если ты одинокая, тогда, может, поехали ко мне? Куда? К тебе в деревню, что ли? У вас там сходить некуда. Разве что ведро. Кстати, ребята, я недавно купил себе уэйм. У кого-нибудь есть жижа? Да вот она стоит. Илья, зачем ты над Кириллом издеваешься? Давайте над этими шутками поставим точку. Ширную точку. Может быть, есть что-то актуальное? Есть! Илья, когда открыл арен, убегать уже некрасиво. Но судеб его спасет, депутатом из думыксиво. Владимир Путин молодец! Кстати, друзья, давайте познакомимся с этим молодым человеком. Это Артём Дроздецкий, кандидат депутаты от нашего района. Человек, за которого крайне не рекомендуется голосовать. Ну ты что, почему? А потому что вы злой и коррупированный чиновник. Так вот тебе касались, заткнись. Это вообще-то сто рублей. Ай, заткнись! Артём Дроздецкий. Толстый депутат, много украдёт, но далеко не убежит. Допустим, вы депутат. А какую партию вы представляете? Я представляю партию Дроздец. В вашем случае полный Дроздец. Между прочим, у нас тут выступление. Вы намешаете. Ребят, я представляю вас. Это моя прямая обязанность. Артём Дроздецкий. Лично уничтожает санкционные продукты. Ну что ж, к командикам мы не стесняемся. Погнали! Еще раз добрый вечер. И сразу же представьте урок физкультуры у гусей. Ну что ж, дети, а теперь встаем и идем по-человечески. Поехали! Мало кто узнает, но Ирина Аллегрова во время концерта играет в Мортал Комбат. Угнала тебя, угнала! Ну и что же тут? Ты меня не наваляешься. Друзья, давайте представим. Мать в первый раз села за руль. Папа, ты пьяный, потому что мы в гостях были. Нет, может, нормально за рулем. Чего ты все это? Говори нормально. Отче наш. Ижизина, написи. Ты сиди за имя твое. Так, семья. Не мешайте мне за рулем. Включите лучше радио. Умри, если меня не любишь, но мою. Древитая, сбитая, убитая. Нет, не пойдет. Этот парень милый сейчас. Ты просто любит жизнь. Так, зачем мы говорим? Учий наш, и жижий на небесе! Субтитры сделал DimaTorzok Представь, маленький ребенок ушел раньше со школы, чтобы найти подарки в канун Нового года Ну-ка, где там мои подарочки? Сейчас я посмотрю У папы в костиной смотрел, в шкафчике посмотрел, там какие кассеты? Ладно, посмотрю в шкафу Опа, а вы кто? Я это, Дедушка Мороз А, Дедушка Мороз, ну понятно, тогда где мои подарки? Так ты же ребенок, а дед мой стих Ладно, сейчас расскажу Девочка в лицу живет, а мой папа вас убил Во-во-во, молодой, ты че? Я сейчас папе позвоню Дедушка Мороз Мам, подожди, а ты что в шкафу делаешь? Ну так я же Снегурочка Подожди, если ты Снегурочка, он Дедушка Мороз То наш папа тогда что получается? Олей? Ага, сказочка С такими рогами Так, семья, я дома, я дома, все, все нарядились Не понял Я знал Я знал, Дедушка Мороз Есть подъезд Ты настоящий Ты настоящий Я тоже хочу подарок А какой подарок ты хочешь? Семь тысяч рублей И долларов И там евро Ну, допустим, семь тысяч евро У Деда Мороза закончились финансы Пойду, быстро, деньги Так, семья, семейный совет, афера про канала Это третий Дед Мороза неделю И это только октябрь Друзья, Дед Мороз правда ушел? Батя, тут на ту реальнее не сказать Друзья, но в конце мы бы хотели сказать Пока молодежь не будет разбираться, за кого голосовать Нашим городом будут управлять вот такие люди Артем Драздевский кладет асфальт и на людей Команда КВД мы не стесняемся, спасибо Ну что, друзья, давайте аплодируем еще раз команду КВД мы не стесняемся А то, значит, первый фильм получился Он совсем с Команом и не совсем с Команом Но надеюсь, что дальше будет только лучше Потому что следующая команда приехала из области Как они себя позиционируют, такие деревенские дурачки Встречайте команду КВН «Столик» Ваши аплодисменты Ну вот приехали мы к вам в гости Парни загоревшие на фокусе И мы что выглядим не очень поздно Зато мы выступаем так, как нам удобно Кто-то лопнул мою салопанку Пацаны, вы что без меня начали? У меня вообще-то для вас сюрприз есть Какой? Песня Я с концом шел по дороге Веду цыганку с детьми Но ни один из детей И ничего не попросил Вот героиня, вот-вот воспитала Вот героиня моя Коша, мы же вы тут посовещались и решили Мы тебя казним Только не на ковре Именем Кто-то сказал, Эминем Здорово, меня тут пиздец чуть не зарубили Этот, че, как рассказывать, делается Да, пацаны, можете меня поздравить Сегодня ночью я стал белым Да не в этом смысле А отчего? Да я просто как Эминем крутой рэп теперь читаю Ну-ка давай Вечеринка у меня на хате Потому что не было мамки и баки Вечеринка у меня была Лека похудела, потому что родила Не, пацаны, мы с такими номерами далеко не уедем Нам нужно кем-то усилиться Он больше Серегу Лисового позовет? А давай Ну, че ты стоишь глазенками лупаешь Давай Сереж, в общем, нам нужна твоя помощь Сверни дорожку О, пацаны, смотрите, как мне можно тебе миниатюры показывать Представьте, Сергей Лисовой нюхает дорожку Не-не-не, Сергей Лисовой учится делать подвороты Нет, Сергей Лисовой слишком долго это делает Поэтому, Валь, помоги ему А вот с каждым парнем из деревни случалось такое Пацаны, 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 дайте это чисто на технику пробью Дед Сереж, ты заколебал Я говорю, с девчонкой целуюсь Ты говоришь, дай на технику поцелую Все урожай собирают Собирают, на баб пялятся А ты на технику Ну, что за фигня, а? Ну, пожалуйста Ну, давай Ух ты, нифига, смотри, прям в коэр попал Нифига, у тебя техника Дорогие друзья, такая ситуация могла произойти только в Чулыме Ограбление в деревенском магазине Так, стоять! Открывайте тракту Вы чёртите Кого вы чёркивает? Меня Кого меня? Учёрки, не тупи, меня Ладно, что вы чёркивает? Ну, что утром брал? Слайсы Кокон И колготки Всё Нет, у тебя батя с утра ещё дрожжи брал Вы чёркивали? Нет Это ещё почему? Потому что дети Не должны отвечать за поступки Своих родителей Да иди ты уже отсюда, а! Тусовка пенсионеров Дед, что-то мне плохо Может, тебе это в лозы подержать? Да Вот так-то лучше Обычная деревенская льбиска Знаешь, Петя Я курю только когда пьяненько А больше нет, а? Да-да-да-да Мужики, вы чё-то Вы чё? Вы мне весь день рождения испортили А рожать я пяти где-то вообще собираюсь Не раньше, понимаешь? Я сама великая, сама А в гостях Да, по мне Слюзи Я на мочи Да, я взял Подходит к нам перед игрой И ребята из Легпрома Говорят такие Ну, чё-то вы не модные Правильно Нам же нечего надеть Да Мы это не стесняемся Главное, чтобы в вашей деревне Было всё спокойно Команда КВН «Столик» Спасибо Пару слов о наших партнёрах Голова, салон пусаты На Анжи Никиты 30 И Карла Маркса 39 Сколько лучшие мастера И самый вкусный кофе Ждёт вас каждый день Друзья, приходите А следующая команда Которая выйдет на эту сцену Команда КВН в моём квартале Всё Спокойно Ну и что, привет, отжимая лиса Как вы видите, мы решили усесть Поэтому нам дверь двое Кстати, где Серёга? А у Серёги сегодня секс А Наташка где? Эти крылья у Серёги сегодня секс Да, я думаю, мы сегодня вдвоём выиграем У меня всё-таки Евгений Зайцова взятку сдал Тысячу рублей Банка приколов, между прочим А это что за банк такой? Ну в смысле, Ростсельхозбанк Слушай, ну ладно, ну Евгений Зайцов Ну, зал-то ты не подкупишь У меня есть песня Ну да, послушаем Мы побежим по улицам Москвы Сидя, как раз я тебя и там Семёж Слушай, ну, конечно, очень красная песня Но знаешь, за такие песни Данил теперь сидит В смысле сидит? Ну в смысле в зале Он сидит, с нами больше не играет Мы в квартале всего двое Делаемся, ничего хотим Представьте, друзья играют в карты Блин, у меня перезначил У меня все черви Этигры, давай карты на рыбалку возьмём Молодая пара решила завести ребёнка Дорогой, а я хочу ребёнка Ну мы ж сыгане, пойдём выберем В классе появился ученик с матерной фамилией Так, Артём к доске Марина Владимировна, какой именно Артём? Какой, какой Ну типа Зуев Представьте, учительница умерла на 1 сентября Ну цветовка ж нифига, ну вообще Пит в первомайке объясняет своей девушке В чём разница между страйком и ягуаром Ну смотри Можно пить сухое вину Можно пить сладкое вину А можно не выпендриваться Случай у врат рая А вы не хотите поговорить о Боге? Как бы тебе объяснить? Бога нет Как нет? Ну он в магазин просто вышел Дорогие друзья, а мало кто замечал, что родители на даче ведут себя, как эдакие криминальные авторитеты Копай Господи, зачем? У тебя есть долг перед семьёй А если я не хочу копать? Вот тазик с целью Господи, зачем? Зачем, зачем? У нас сарайка обвалилась Нет, слушай, мы вот вдвоём выступаем, а как будто ничего не поменялось А прикинь бы, все команды вдвоём выступали Ну давай попробуем Мне нужен дизайнер На моих смотках Даша Ты сделала себе шапку из фольги, чтобы твои мозги не украли инопланетяне Нет, Слава, я сделала себе шапку из фольги Слишком поздно Песня Вроде дома Нету трона Но мой батя коронован Здравствуйте, милый друг на сцене Нас часто спрашивают, кто из нас милый друг Ну вот смотрите, Володя милый, я друг А милый друг это песня Леонтьева Кайф имеем Итак, представьте, свингеры на селе Людк, аааа А ты свингеров покорнила? А что такое свингеры? Да я почему-то знаю, я так хряком кричу Девчонки Слушайте, сегодня в полу-жинале столько классных парней играет Ну да, особенно Сёма Бандаренко из Клотова Какой милый, такой красивый Ну давай по тексту Да если по тексту, я так никогда девушки не буду Бой мой принадлежащима Привет, 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 привет Дождение Команда КВН Мы не стесняемся Артём здесь Сирил здесь Сташа здесь Бой мой принадлежащима Мой принадлежащима Эх, вы думаете, что мы этих пацанов Можно одним человеком представить? А это собственно кто? А я собственно представитель тех пацанов Так Артём, не лезь, не своё дело Я Ой, прости, пожалуйста Заканчиваем Друзья, что мы хотели сказать своим финальным номером? Мы с Семёном так любим КВН, что готовы играть двое не только за нашу команду, а вообще за все команды в полуфинале Нам в квартале всё спокойно, спасибо Команда КВН, в моём квартале всё спокойно, друзья, давайте ещё раз поаплодируем ребятам на моём номере вдвоём не плохо высказали Хотя вы могли бы лучше, наверняка Следующая команда, Женская Давайте им поаплодируем вдвоем, чтобы громко не станут на русском Перезимаясь Команда КВН, нечего надеть ИУ РАНКИ Мы готовы? Супер Если он обид, друзья, у вас будет смешно Супер 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 количество пьяных людей, я бы его переименовал в «Найклуб Тучи». Справедливо. Кстати, Вайк, забыл рассказать. Вчера Вову видел с девчонками. Талант. Ну, прикинь, иду с девчонками, и Вова стоит сухарики ест. И главное, понял я ему, Вова, Вова, он стоит, молчит ему вообще по барабану. Антон Павлович Чехов считал, что краткость – сестра таланта. А Анфиса Чехова считала, что краткость – это патология. Сейчас мы вам покажем несколько коротких зарисовок, ну а что это, талант или патология, решать вам. Парень тонко намекнул об отсутствии перспектив. Это, слушай, а ты на кого учишься? На социолога. Собеседование в интернет. Тук-тук, дратуйте. Черт, вы приняты, до свидули. Сын немного обнаглел. Мам, скинь пару килограмм. Испорченное впечатление о сексе. А у меня на этом диване дед умер. Ну и наконец, Людовик 14-й узнал, что он у жены 15-й. Ваня, имей совесть. Так разбазаривать шутки может позволить себе только Дмитрий Дебров в первых пяти вопросах, кто хочет стать миллионером. Ну что ж, друзья, если в зале есть фанаты группы Каспийский Круз, поднимите, пожалуйста, руку. Поднимите, поднимите, мы хотим вас видеть. Положите руку вот сюда. Если вы нащупали православный крестик, то Бог вам судья. Милый друг, кайфуем! Ну что ж, начнем с простенького. В семье. Сынок, у нас для тебя с мамой две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Ну давайте с хорошей. Мы с мамой решили подарить тебе квартиру. Ура, пойду бабушке поплакать. Это и есть плохая новость, там не все как просто. Креативный отдел, который придумывает название российским телеканалом. Первый канал, второй ТВЦ. Вова Чо! Телеканал Чо! А совсем скоро в Новосибирск со своим концертом приедет знаменитый рэпер Пика. Итак, в ночном клубе отпуск. Ну что ж, отпуск, как настроение? Вас сегодня много, поэтому давайте проведем небольшую перекличку. Тевятая здесь, десятая ГЭС здесь. Начинаем! Когда русский мужичок немного подопьет, его разговор так и льется. Ну, че, давай. Ой, цены сейчас, конечно, растут. Не то, что раньше. Как сейчас помню, 86-й год. Заходишь в магазин, ничего нет. А все почему? Потому что 86-й год, это высокосный год. А высокосный год, это что? Правильно, группа. Там далеко-далеко есть земля. Земля нынче дорогая. Вот у меня участок есть. Там топ. Сверху черепицу. Черепицу знаешь, где взял? Правильно спер! Не, если поймать, конечно, годы по 4 дали. О-о-о! Че, вот я залип. Я про то, что личной жизни это никакой, хотя я-то парень видный. Такой еще романтик. На гаражах обычно сижу и вижу, две крали идут, две крали. Одна такая, как сметана, 15% жирности возле у него, как ты, постоянно трутся. А вторая такая прям, ну вот, я б ей как все. Вот на второй женился. Карапута мне родила. 3 500 только на памперсы ушло. Прикинь! А по что у него такая здоровая, как штат Кингхасс? А я тебе так скажу, че твой Америка? Че твой Америка? Вот не можем убавиться государства, которое боится к нам свои продукты возить. А знаешь, что почему? Да потому что я русский, потому что я патриот. От Волги до Енисея! И вы просто в грубешку-какники, и все. В 21 веке GPS-навигатор для парня стал совершенно новым другом. Итак, в машине. Слушай, ну хорошо сегодня посидели. Да, классно. Продолжайте движение. И платье у тебя такое красивое. Ой, спасибо. Продолжайте движение. Как у моей бывшей. Вы ушли с маршрута. Ну иди к своей бывшей. Смена маршрута. Это, слушай, а ты не помнишь, как фильм называется, где ребята в лесу потерялись? Нет. Поворот не туда. Знаешь, что я еще хотел тебя спросить? Подожди, мне брат звонит. Алло, Арсен? Опасный поворот. Нет, нет, ко мне не надо заезжать, я уже спать ложусь. Снятие ограничений. Ну что, может поедем ко мне? Ну зачем ты должен познакомиться с моими родителями? Внимание, впереди кольцо. Вот мы приехали, это мой дом. Спасибо, что довез, ты настоящий друг. Да погоди, погоди, ну может я там к тебе зайду. Да пошел ты знаешь куда. Маршруту построим. Друзья, я приехал сюда. Футбольному клубу «Сибирь» в этом году исполнилось 80 лет. А основателю журнала «Плейбой» к Юг Эфтору 90 лет. И вот наша команда задалась вопросом, как вот этим двоим вот уже почти целый век удается показывать людям такую отборную порнографию. Милый друг, с кайфами! Ну что, друзья, давайте еще раз поаплодируем команду «Милый друг!» Пока в следующей команде готовится пару слов о наших партнерах. Сеть кафе «Кондитерская Иске» — это хорошо известный ассортимент тортов и пирожных, изготовленных по классическим европейским и любимым бабушкиным рецептам. В наших кондитерствах всегда ждет ароматный очень вкусный кофе, торты, пирожные, выпечки, а также у нас вы можете заказать праздничный и свадебный итог фото-печать «Каптейки». Давайте поаплодируем нашим партнерам. Спасибо вам, что они вам помогают. А следующая команда, я думаю, не менее тепло в третий зал, потому что это команда КВН «Лехпро», друзья! Здравствуйте, друзья! Перед вами команда Института Легкой Промышленности, а именно Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение Федерального Государственного Образца «Новосибирский Технологический Институт». Филиал Московского Государственного Университета «Дизайна и Технологии». Паша, что у тебя на голове? А, ну, мышлых проб, но и так чисто обозначить. Паша, мне кажется, твои родители нормального человека делать не стали так чисто обозначили. Да ты меня просто плохо знаешь. Я вообще-то поп-король. Ты максимум король попа. Вот таких. Друзья, а перед вами типичная представительница легкой промышленности. Даша, ты что выбиралась? Я вообще-то песню купила. В своем любимом магазине все по пять? Ну, пой, раскупила. Как хотела меня мать Таза рэпера отдать А тот рэпер все попав, но этим Пел что-то про мою мать Даша, у тебя чек от песни остался? Да Иди, верни, пожалуйста. Дизайнер, дизайнер, дизайнер Дюси, я давно хотела тебя спросить. Как у тебя получается быть такой худой? Все просто. Даша, ну и кто там у тебя? Песня! Да какая песня, а? Понимаешь, у нас серьезные проблемы. Активизировался наш серьезный конкурент в легкой промышленности. Кто это? Они маленькие. Они желтенькие. Витаминки. Какие витаминки, Паш? Китайцы. Что мы с ними делаем? Рассасываются. Да ты можешь успокоить. Нам просто нужно найти человека, который сможет нам помочь. Нам поможет Олеся. Какая Олеся? Мужчины кричат, мужчины кричат, мужчины кричат. Ты не лезь к нам, Олеся, усатая бесть. Даша, ну и зачем тебе для этой песни нужна была маленькая гитарка? Вообще-то это укулеле. У кого? Укулеле. А что за укулеле? Ребята, вы можете успокоиться? Наша команда теряет популярность. Нам нужен супер шикарный номер, чтобы у нас все было здорово. Есть такой номер? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами передача «Шить здорово». И я ее ведущая Елена Тканишева. Встречаем нашего пациента. Дорогие друзья, перед вами запущенная скиталстрянка. Обидно говорил, что это не зараза. Ничего, сейчас мы это вылечим. Несите инструмент. Даша, да ты почему постоянно все портишь? Для меня сегодня очень важный день. Я пригласил наших родителей. Даша, ты понимаешь, может, второй год играем с тобой в одной команде. Да, я постоянно кричу на тебя, но тем не менее я испытываю к тебе очень теплые чувства. Давай не будем тянуть. Ты примешь этот подарок? Финальная песня. Это для тебя. У нас в ветроме творятся чудеса. В одежду влезут любые телеса. Мы творим с одеждой все, что с нами только захотим. Ведь мы легром. Ведь мы легром. Команда КВЭД ЛЕФРОМ. Шить здорово. Команда КВЭД ЛЕФРОМ. Команда КВЭД ЛЕФРОМ. Команда КВЭД ЛЕФРОМ. Аплодируем за прекрасный конкурс. Визитная карточка. Они, я думаю, старались, придумали, писали. Команда КВЭД ЛЕФРОМ. Команда КВЭД ЛЕФРОМ. Четыре, три, четыре, четыре, четыре. Команда КВН в моем портале все спокойнее. Три, два, три, четыре, пять. Отлично. Команда КВН вилый друг. Пять, пять, четыре, пять, пять. Такие у нас неожиданные оценки за визит, довольно низкие, ну, как бы, чемпионы шутка, я думаю, детей. Друзья, второй конкурс — это биатлон. Каждая команда считает по две шутки в каждом кругу. Давайте поаплодируем командам, они уже готовы. Начинает команда КВН, мы не стесняемся. Первые две шутки, Валь, пожалуйста. Добрый вечер еще раз. У детей, которые не имеют на велосипеде багажников, по статистике меньше друзей. Бомж, живущий в коробке из-под стиральной машины, женщинами может быть и жестким, и деликатным. Когда Сергей без рук в лесу, березового сока можно собрать в три раза больше. Камазист оббрызнул прохожего, потому что так и не научился закрывать рот, когда чихает. Нежеланный сын, я скажу, за маму, за папу, за Мартини и за легкое передничное настроение. Если посмотреть любую серию чешского мультика про хрота в обратной перемотке, то можно увидеть, как рот создает проблемы своим друзьям и сваливает в норму. У бедной студентки из вещей были только наушники, утюг и иконка. Поэтому у нее в комнате всегда были тишь, да гладь, да божья благодать. Сторож кладбище домашних животных точно знает, где собака зарыта. Чемпион мира по конному спорту за хорошую ночь благодарит жену Сахаркова. Сын Сергея Зверева донашивает за отцом позор. Мужчина, который не разбирается в моде, говорит всем, что носит скандагар. Коля был настолько нетерпелив, что начал чесать манту, когда та еще была в шприце. Юрий, какая команда нас покидает с двумя десятыми? Команды 2 и 1 по штрафному штрафу, пожалуйста. Валь, давайте поаплодируем команду, не волнуйся, нервничаю. Вы бы увидели, сколько у них шуток. Солик! 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 Мы не стесняемся. У Путаны с фамилией Кандалаки есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Солик, пожалуйста. Идеальное коровье вымя то, что помещается в ладошку до яра. Итак, юрий, ваш вертик. Еще? Нет. Мы не стесняемся, там, сто пятьдесят восемь шуток, я видел. Ну как шуток, так. Еще давайте, еще один. Заберите. Заберите, говорите, вам не дайте. А? А, ну давайте начнем со столика. Давайте, конечно, валь, не ждать. Душа в душу! Это секс Каспера. Заберите. Заберите. Душа в душу! Братая волшебка. Валь, ну как? Ну, давайте. Давай. Мальчик так сильно чухнул во сне, что проснулся на этаж ниже. Ну что? Команда «Бутник» стесняемся, нас покидает. Ну, два балла. Уже, помещаем. Аль-2. Итак, начинаем. Второй круг начинает. Команда «Я говорим в столик». Шпиону вкололи в ногу сыворотку правды. Но он ничего не сказал, потому что в ногах правды нет. Мало кто знает, что телеканал ЧО по-китайски полностью раскрывает его содержание и суть. Из искитимской тюрьмы сначала выходят женщины и дети. Бомж так быстро пролетел на тарзанке, что мальчишки во дворе обзавидовались и тоже захотели стать бомжами. Родив шестерых, Белоснежка наполнила сказку неуверенностью и подозрительностью. Детский садик «Моя госпожа», «Моя госпожа», «Ваш мальчик себя плохо ведет». «Можно?» «Конечно, пожалуйста, милый друг». «Спасибо». Парень пришел ознакомиться с родителями девушки и когда узнал, что мама прокурора, а папа начальник ФСБ, дырка на носке затянулась сама собой. Наркоман Акакий иногда с друзьями сам подхихикивает над своим именем. Каждый работник из Китимской больницы номер десять знает, что есть еще как минимум девять больниц. Рудолик был золом, но в тот же момент счастлив. Ведь надпись «Олк», вышедшая на его столе, была выполнена великолепно. Итак, жюри, ваш вертик. Горний команд покидает у нас на десятый балл. «Лев Пром». «Лев Пром». «Спасибо вам большое, ребята. Можете любить вам вашу копилку». «Серёг, 0-4». «Так, третий круг. Команда говорит «Столик», пожалуйста. «Олтур Гуравка». «Заместителя мэра Новосибирска», за глаза называют «Подлокотник». Когда на матче по хоккею присутствовал министр обороны Российской Федерации, болельщики кричат «Шайгу! Шайгу!». Дагестанец, у которого подгорел шашлык, теперь не имеет права говорить слова «барашек, лизгин, каехи». На сороковой день сельской свадьбы все немного грустнее, чем обычная. Деду на минутку почудилось, что он в окружении, потом присмотрелся «не, все нормально, елка, храбо!». Студентка, которая сосала ручку на парах, работает не по специальности. Милый друг. Трудовик, смотря фильмы для взрослых, ждет, когда появятся два мальчика погребщика. На Хэллоуин жители из Китима выглядят чуть-чуть лучше, чем в обычные дни. Ваши аплодисменты, третий друг. Члены, говори, какой юргик вы принимаете. Кто-то хотят, какой-то страстной. 4-4, взять. Четыре. Команда номер четыре нас покидает. Деду на день, мой шейф, по-моему, приходит в рукодилку. Пожалуйста, четвертый круг. Команда говорит в столик. Это интересно! В семье нудистов родился голый ребенок. Если директору завода гелевых ручек подуть в рот, то в постели его хватит на чуть дольше. На допросе Буратино не хотел говорить, сколько ему лет, поэтому пришлось отменить ему палец и тупо посчитать кольца. В новой лаги Веста есть медаль жалость, а до Веста дави на жалость. Юрий Куклачев с точностью до одной кошки определяет, кто это сделал. В древнем Египте за ночь с Теопатрой отдавали жизнь. На некоторых улицах Берцка до сих пор действуют такие цены. Команда номер три, спасибо. В моем батаре все спокойно. 0,8 балла. Почему сказать было? 0,8. Потом на 9 балла. Пожалуйста, столик. Пятый круг. Поехали! Двух мужиков, спавших во льдом, ночью пришла и побила дама. Оля надела настолько открытый декольте, что все увидели Роберт Родинку на попке. Парень, пересмотревший боевики, выключает микроволновку, когда остается на таймере одна секунда с криком «Нееет!» Главный подарок на конкурсе «Мисс Барабинск» — размещение фотографий на колоде карт. Панк т.�. Т. Т. В фантастическом лабиринте Красный проспект 79, 2 этаж, станция метро Каганинская. Мы ждем вас ежедневно. Приходите, если кто-то хочет застрелять. Вы готовы? Давай я скажу баллы. Как хочешь? Баллы сказать. Баллы? Хочешь? Пожалуйста. Раз, раз, да. Вот, все, да, баллы, друзья. Еще раз всем здравствуйте. Итак, Сергей Канкин, директор ЛИК, друзья. Давай поаплодируем ему. За визитную карточку мы не стесняемся. 4 балла ровно, а за биатлон 0,2. Итого 4,2 балла. А команда в моем квартале все спокойно. 3,4 балла за визитку и 0,8 балла за биатлон. В общей сложности 4,2 за два конкурса. А сразу же ты можешь говорить что-то? Да я скажу, чтобы мало кто записывал. Что ли? 4,6 балла за визитку, 0,9 за биатлон и 5,5 за два конкурса. Нечего надеть. 4,6 за визитку, 0,6 за биатлон, 5,2 за два конкурса. Милый друг. 4,8 за визитку, балл ровно за биатлон, 5,8 за два конкурса. И команда Гатлев Промп. 3,8 балла за визитку и 0,4 балла за биатлон, 4,2 за два конкурса. Вот такие вот оценки можно поаплодировать командам. Я, к сожалению, не знаю, что-то на каком месте, просто Трёшка так не качествовала. Друзья, ну открывает конкурс музыкальный номер КамАЗ-ГВН. Лев Кром. Ваши аплодисменты. В день, когда DC и Marvel объединились для создания нового супергероя, им помешал Союз-мультфильм. Встречайте на сцене. Забытых теми, но известны каждому. Лук Чепарина. Лук Чепарина. Лук Чепарина. Лук Чепарина. Да-да-да, я здесь самый крутой. А знаете почему? Да потому что у меня самый шикарный лук. Лук, Лук, я твой отец. Пань, да хватит угорать, а. Лучше скажи. Почему я постоянно хожу в колготках? В этих колготках ходил я. Мой отец, мой дед, мой прадед. Всё понятно, Пам, понятно. Слушай, я там больше почти приготовил, один ингредиент секретный остался и кастрюля. Пойдём к сеньору Помидору, он знает, где взять секретный ингредиент. А пойдём! Вот он сказал, редиска! Я не говорил, я тоже не говорил. Мы не говорили. А ты что, редиска? А я редиска! А почему ты такая большая и красивая? Удобрение, килограмм семнадцать, меня хозяйка так любила. Ой, что-то так душновато стало. Редиска, а почему ты плачешь? Это потому что я раздеваюсь? Потому что ты не боишься. Да это всё колготки. Их носил я, мой отец, мой дед. Да понятно, понятно. Редиска, а пошли с нами искать сеньора Помидора. Пошли! Чиполина, Чиполина, мы идём искать дома. Чиполина, Чиполина, хотя будет очень рад. Овощи мои, подойдите поближе. Не так близко, а то раздавить. Огурец, тебе достаются алкоголики. Хрен, тебе ни хрена не осталось. Привет, сеньор Помидор. О, кто это? Подойдите поближе. Ещё ближе. Не так близко от вас воняет. Это мои колготки. Их носил я, мой отец. Да понятно, понятно. Зачем вы пришли в мой дом? Мы тут с батей борщ готовим. Нам не хватает только секретного ингредиента и кастрюли. Ну, кастрюля, конечно, нужна. Но самое главное, это готовить с любовью. Вот спасибо, сеньор Помидор. Ура! Мы ведь в кастрюле всё теней и не отойдя. Всё теперь воню в кастрюле, это правильник для меня. Помню раньше, ведь кастрюле я не как-то выживал. Для твоих норадких целей я не споль кавал мангал. Команда КВН Лех Пром. Полинария не наша. Друзья, команда КВН Лех Пром. Давайте ещё раз громкий пар ломбируем. Вот такой вот, как и пилот, как всегда, музыкальный номер. Следующая команда, которая выйдет на эту сцену. Команда КВН. Нечего надеть, друзья, ваши аплодисменты. Ну что ж, и как многие успели заметить, Тимати записал свою рекламу для лекарства. А мы решили пофантазировать на тему того, какие лекарства могли бы ещё рекламировать звёзды. Девчонки, девчонки, кстати, у меня есть одна песня, которую бы смог спеть Егор Крит. Моя невеста, ты моя невеста. Ведь после теста стала ты невестой моей. Это прикольно. Нет, ребята, я считаю, надо петь овечно. Где же ты, где, звёздочка жгучая? Где же ты, где, мазь ты панючая? Чёрт, я горло болеть не могу. Лен, мы знаем, что тебе сможет помочь. Заболело горло и началась слабость, А температура поднялась высоко. И тогда в аптеке себе я купила Большой стандарт стоп. Ангин. Я обязательно попробую, но я бы считаю, что лучше всего это народная медицина. Нарежу корень, имбиря возьму, на водке смело настаю. Читовик, прощай, прощай, прощай. И сучить нога я пусы сделаю себе, и над картошкой подышу. Офи, прощай. Девчонки, знаете, мне кажется, что непонятно, что делать вообще, если порежешь палец. Вот что делать в этой ситуации? Бир, 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 большой батаре цитный, бир, бир, бир. Девочки, у меня завтра экзамен, а я совершенно ничего запомнить не могу. Что мне делать? Среди подлости и предательства, и суда на разбраву строгого. Есть приятные обстоятельства, по язык лицам это здорово. Девчонки, мне кажется, не нужны нам никакие импортные лекарства. У нас и так все здорово вообще. Девчонки, а можно мне просто без очереди пройти? Иди по записи. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу. Иммунитет в порядке. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу. Гоу, гоу. 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 Открыток Здравствуйте А у вас есть открыточки для дня рождения? Да, конечно, есть классика Днём рождения Есть, если вы пришли без подарка Мы желаем счастья вам Ну и есть немного еврейская А я вам день рождения не буду управлять А есть, если именинница врач? Да, конечно, есть прекрасная открытка про вино и вату А если её Света зовут? Да, есть прекрасный вариант, но там нужно добавить чуть-чуть от себя Поздравляйте с днём рождения, желайте счастья, здоровья, всех успехов Я тебе поздравления под окном написал, потом посмотришь из твоего окна Вот такая У меня, кстати, у дядьки скоро юбилей, 55 лет Да, есть отличная открытка, вот она Запахло весной Причём здесь юбилей и группа Бутырка? Ну, ну, они каждый по 5 лет сидели, 55 лет получается У меня, кстати, сестра скоро замуж выходит У вас, случайно, не будет денежных конвертов? Да, конечно, есть для долларов Есть для евро И для рублей А для Иоанни есть? Да, конечно, есть Это вообще-то для Ен Ен и Иоанни, они все на одно лицо А у вас есть музыкальные игрушки? Да, конечно, вот, например, есть медведь, который уже 20 лет занимается непонятно чем Медведь-шатун? Медведь-шатуном Я их так хочу согреть Потом, Ань, подай, пожалуйста А что у вас в этой открыточке? А, в этой села батарейка В смысле? Ну, в смысле И села батарейка О, кстати, а вот эта открытка с сюрпризом В смысле, то есть открываешь её там, а группа «Секрет»? А, нет, в этой открытке Дима Билан открывает свой секрет Изредка дую Ну, вот такая А вот здесь классическая, без слов Да, конечно, вот она Но я её не рекомендую вам долго слушать Я хотел смотреть Я вас предупреждал Кстати, записали открытку, в которой собраны все песни группы «Белый Орёл» Ты чё, прям вообще все? Ну, знаете, как все? Вся Мужчина, знаете, я предлагаю вам поскорее определиться с выбором Потому что через пять минут наш магазин закрывается Так всего же два часа Ну, два не два, а время истекло Дорогие друзья, а что мы хотели сказать своим финальным номером? Дарите друг другу подарки Дарите друг другу открытки Любите друг друга, любите КВН Я хотел... Семён, ты зачем я его взял? Мы в квартале все спокойно, спасибо Команда КВН вдвоём в квартале Всё спокойно Давайте ещё раз поаплодируем парням, они старались И хочется сказать, что отели благодарность, хочется выносить молодёжному центру «Леомер» и комитету по делам молодёжи Спасибо вам большое за то, что вы нас поддерживаете Давайте поаплодируем Вот они, кстати, грунтопы Я действительно, что я поздравляю А следующая команда, которая выйдет на эту сцену Команда КВН, милый друг, ваши аплодисменты У многих телепередач на российском телевидении есть своя музыкальная заставка Из которой сразу же понятно, о чём будет идти речь в данной передаче Ну, например Мы решили пойти дальше и придумать слова к другим заставкам на российском телевидении Итак Давай поженимся Пришёл сюда, чтоб жена появилась на меня Бузиева, мама терилась Мне 35, гороскоп плохой В итоге выбрал маму и поехал домой Криминальная Россия Мы, канал НТВ Расскажем вам Про обуви Про винов и воров Жульпанов и вранков Грабёж улов Доблесная милиция против потусторонних сил Бывало и так Ночная тварь Смотрите прямо сейчас Пусть говорят На программу пришло 15 депутатов 13 топ-моделей 14 бабок Все орут Ничего не понятно В конце оказывается, что Елена трансвистит Не переключайтесь Спокойной ночи, малыши Девочки и мальчики Спать вам Пора Девочкам и мальчикам В садик с утра А мамочки и папочки Пока вы спите Крепким сном Сделают вам Братиков И Сесть Тёр Битва экстрасенсов Десять телепатов С помощью куска коровы Пытаются определить Где находится двоюродная сестра Михаила Кокшонова Победитель даже не понял вопроса Амарат Башаров Просто гуляет по городу в пальто Модный приговор Я толстая тётка Мне 42 года Я никогда не следила за модой Но тут подошёл Какой-то мужчина Из мужского на нём Только щетина Выносит вертик Это судья Три года условно Носить мне буа А вместе с буа Ещё каблуки Короче Теперь я самая модная тётка Жил массиво, родники Человек и закон Депутат Сваровал все деньги И В городе Нарвара Взял билет И уехал в Лондон ФСБ Всех найдёт И не таких мы хотели В студии был Алексей Перманов Программа Время Крым 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 Друзья Вы только что посмотрели Несколько музыкальных заставок В телепередаче Так вот Выбирайте что смотреть В финале Милый друг Кайф имеем Аплодисменты Каманда КВН Каманда КВН Милый друг Друзья Давайте ещё раз поаплодируем Пацанам Они старались Следующая команда Которая выйдет на эту сцену Ехала там издалека Долго добиралась Каманда КВН Столик Давайте встретим Аплодисментами Вот такой стол Пустили Каманда КВН Столик Друзья Давайте ещё раз поаплодируем Дорогие друзья А как известно Все деревенские посиделки Заканчиваются Либо дракой Либо ничем Итак представьте Одна из таких посиделок Должна была вот-вот закончиться Но что-то пошло не так Так пацаны Я короче всё понял Вы меня не уважаете Да? Короче всё я пошёл Никак вам больше вернусь Артём чего? Там за дверью стужа Свиньи долбят лужу Подоль дом корыто И замёрзший в нём овёс Не впускай свинью в дверь Будет праздник поверь Пусть замёрзнет она А мы возьмём холодца А мы возьмём холодца Сам мороженый хряк Так пашу успокойся А чё, что случилось? Пацаны, там это как бы дверь не открывается Ключок поднимал? Ну да О, пацаны, там это как бы дверь не открывается О, пацаны, телик заработал Давайте в караоке попоём, а? Эй, это кто такой? Да пусть бы включать Чё б нам взяли ресторана Погабет режет барана Вот такой контактный завар Ой, классно Да ё-моё Привет, я Иван Не, ну то, что ты в запои Та так, то по лицу видно Я собрал вас здесь не просто так Ты, Артём Оказался здесь Потому что на ночь творения Поджигал курей у тёти Зины Да я пацанам хотел показать Что такое жар птица Ты, девиз За то, что испортил всех девчонок в деревне Нет, ну я так не предупреждал Что у меня одна такая люлька отваливается Ну Ты, Паша Оказался здесь Потому что я не хочу платить элементы твоей маме Отец, это ты? Нет Я просто не хочу платить чужой женщине элементы Я хочу принять с вами вну Я приковал вашу собаку цепью в будке О, моя найда нашлась Спасибо тебе огромное Короче, выключай эту фигню, а Это планы Пацаны Я, короче, пойду постлю А вы, если не хотите, то можете здесь оставаться Если дверь не откроется Да, пацаны, вот спать пошёл Мне говорят, зубная паста есть А такой прикол будет Вась, ну вот шутки шутками, но нам-то с тобой надо выбираться и всё Да, да Да он на дуле уснул, такой же прикол Кто это сделал? Что сделал? Кто мне зубы почистил? Пацаны, слышите? Кто-то на веранде бродит Пойду посмотрю Ребят, ребят, нам нужно искать подсказки, чтобы выбраться Да, я знаю, это как с хвостом А что такое хвост? Ой, Паша, это как форт Боярд А, как форт Боярд? Так, Паша Паша, хватит, давай сищи подсказку уже, а О, я нашёл Что? Кажись, сухоцка Паша, ё-моё Пацаны, я нашёл, кто бродил Кто? Квас! О, наливай! Да блин Всё, вы меня разозлили Вам осталось минута на то, чтобы выбраться Время пошло Блин, пацаны, давайте искать ключ Паша, посмотри под столом, а! Блин, тут кажется, его нет И здесь нет А нет, а вот, может, здесь Блин Здесь ключа нет А кто это говорит-то? Паша, ты пила, успокойся ты уже, а! Вам осталось 30 секунд Так, пацаны, я смотрел фильм Пила Он наказывал людей за то, что они не дорожат своей жизнью Парни, я понял, нам нужно срочно меняться Дядь Пила Что? Дяденька Пила Мы честно изменимся Вот если дискотевку, то только холостую Я не буду давать слово пацанам пустую А я в снежки не буду прятать камни Обещаю, каждый год буду красить ставни Можно я схожу к Машке ненадолго? А я в магазине рассчитаю с долгом Пацаны, нам же еще стадо встретить надо Дядь Пила, мы туда и обратно Честно, мы туда и обратно Я рад, что вы это осознали Я добился своего, но свободу Д véhicнулся с долгом Дорогие друзья, а так, как мы из деревни Мы очень любим нашего председателя Я вас тоже люблю Ооооо С вами я на команду Гэнд Стэрик Спасибо Гэнд Стэрик, друзья Давайте еще раз поаплодируем пацаны Команда КВН мы не стесняемся, полуфинал. В открытии лиги нужно удивлять. Варь, ну куда уже удивлять? Сейчас ребята в зале меня поймут. Смотри, игра «Понедельник», билет стоит 150 рублей, ведущий Сережа Лисовой. Какие еще удивления для открытия лиги? И ребят, удивление есть, потому что я приготовила рецепт идеального музыкального номера. Бери ручку и закроменай. Раз, два, три. Сначала нужна крутая девчонка, также нужны два боющих мальчонка. Конечно, нужны большие костюмы и ребенок милый рисунок. Конечно, нужны алкоголь и бутылок, и денег побольше, и всех копилок. Конечно, нужна крутая тачка и музыку громче на больше прокачки. Варя, подожди, а где же шутки? А, какие шутки? Шутки. Это ЖКВ, нужны шутки. Тогда отъявляй. Друзья, в американских фильмах, когда девушка ссорится с парнем, она выходит на дорогу, делает вот так, и сразу же подъезжает в такси. Российские реалии совсем другие. Все это развод, мне надо делать, я уезжаю жить к маме в такси. Работаешь? Да что за день сегодня? Ну вот, и все получилось. Да, да, немного. Слушай, Вань, у меня развод. Ребят, 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 мне нужно придет, и есть красный комплекс. Сначала нужна крутая пешевка, потом нужны банки с сильных мальчевка. Конечно, нужны пальшие костюмы и ребенок. Билые шутки. Дальше возьмем алкоголь, и денег побольше, и всех капилок. Конечно, нужна крутая тачка, и музыку громче на больше прокачки. Так, а шутки? Шутки? Шутки. Так лучше депутат. Сейчас начнется. Я построю детские дома. Я оплачу всех работодателей в школу. Молодец. Я репортирую другу прогресс. Ну вот видите, чего теперь шутки от депутата. Отлично, не плохо. Вань, подожди. У меня тут проблема возникла одна. У меня с девушкой развод. Что мне делать? Есть рецепт развода. Что-то самое, что знает, напоминает. Сначала нужна трудная девчонка, дальше нужны два стильных мальчонка. Конечно, нужны большие костюмы и ребенок, милый и чудный. Дальше возьмем алкоголь и бутылок, и денег подольше, и всех копилок. Конечно, нужна крутая тачка, и музыку громче на всю прокачку. Шутки? Не, Вань, вообще развод это не шутки, серьезно. Полностью с тобой, согласна. Слушай, Вань, а есть еще такой рецепт, чтобы вот взять и прям на весь ДК прогрессить, чтобы мы могли это сделать, чтобы прям очень круто все получилось. Ребят, вы меня бесите уже, вы гоняете нас из кулиси на сцену, из кулиси на сцену. Мы можем остаться здесь? Конечно, потому что у нас остался рецепт идеального полуфинала. Ииии... Конечно, нужен полный зал, чтобы болельщик нам плечал. Давай, 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 Сибирска. Вот такой полуфинал! Все равно на кого-то, мы не стесняемся. Спасибо! Команда, кого-то, мы не стесняемся. Давайте поаплодируем ребятам и поздравим всех командных оценок, потому что сегодняшний полуфинал не дошел к концу. Давайте громкий-громкий встретим команду! Они сегодня старались для вас! И... Прежде чем мы увидим оценки, хотелось бы предоставить слово нашему благоуважаемому жюри. Подсчитали, вы подсчитываете, что... Ну, жюри, конечно... А, поставят оценки, я думал интригу, нет? Не хочешь? Ну, давайте тогда увидим оценки за конкурс «Музыкальный номер». Как в протоколе. Команда КВН, мы не стесняемся. Четыре-три-пять-пять-пять. Команда КВН, нечего надеть. Три-четыре-четыре-четыре-четыре. Команда КВН, спорим! Четыре-три-четыре-пять-четыре. Команда КВН, в моем квартале, все спокойно. Три-три-четыре-четыре-четыре. И, команда КВН, милый друг. Три-четыре-четыре. Три-четыре. Ну что, теперь можно предоставить слово жюри, чтобы он оставался в мнении, что понравилось, что не понравился. Микрофон. Сейчас. Сейчас найдем. Оп-оп. 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 Аплодируйте мне, пожалуйста. Спасибо. Роман Барланов. Экскурсия по году «Высшая лига». Прекрасно выглядите. Здравствуйте! И ты тоже, Сережа? Спасибо. Отличная игра. Все очень смешно. Поздравляю команду, которая победила. Ребята, не расстраивайтесь, кто не пройдет. Это жесткий отбор. Это жизнь. Я вам так скажу. Небольшая информация. Восьмого декабря в ДКЖ состоится коман... Коман... Концерт. Состоится концерт. Коман? Концерт. Концерт команд? КВН, наверное. Ну, там и команды будут. Но в основном команды. Короче, команда КВН. Степико, «Высшая лига». Друзья, все помните такую команду? Посмотрите дома обязательно в Ютубе. Степико. Там спешной бородат. Восьмого декабря в ДКЖ. Всем привет. Спасибо, Роман. Спасибо, что пришел. Юлия Алексеева. Давайте поаплатируем Юлию. Единственная девушка. Ребята, хочется оставить спасибо за вечер. Ну, если все домой. Давайте понажмем в финале. Спасибо. Это правильное замечание. Надо показать. Евгений Зайцев, пожалуйста. Спасибо за эти бурные. Евгений Зайцев, давайте поаплатируем. Уху! Конец. Участник ЛИКОВНСИБИ. Просто красивый бородатый мужчина. Да. Я не с пустыми руками, как обычно. Я же с подарками. У меня сегодня очень много подарков. Начнем с традиционных уже в этом сезоне подарков. Это сертификаты на городской караокер-шоу «Попойка». Когда же оно будет? Оно проходит каждый четверг в клубе «Девара». Здорово! Друзья, обязательно приходите. Там будет весело на этот четверг. Я думаю, что там всегда есть. Да. Приходите в этот четверг и вы обязательно услышите вокал команды «Нечего одеть». Друзья, это талант. Я надеюсь, что в финале нечего надеть. Будут петь. Против команды мы не стесняемся. Затем у меня еще и красивые сертификаты есть, подарочный сертификат для настоящего мужчины на правильную стрижку. Это мне? От барбершоп-контора. Естественно, это же тебе. Мы же хотим, чтобы ты красивый был. Спасибо, правда, мне? Какие подарки? Семь-чертификат для настоящего мужчины. Покажите, друзья, вот, покажите, сюда. Супер, спасибо. И в симпатичности с тобой будет спорить парень из команды в моем квартале еще спокойно. Извини, да, ты. Семь-чертификат для настоящего мужчины. И, конечно, нетрадиционный салат. Какой на этот раз? Ну, салат какой-то. Я, ну, в смысле, не то, что свежий, не свежий, а типа... На этот раз свежий. На этот раз свежий, да. На самом деле я хотел сегодня удивить немножечко лигу, потому что открытая лига же надо удивлять. Также меня удивили же команды, и поэтому я сегодня испек торт. Ничего себе! Друзья, аплодируйте! Я его выпросил, поэтому не докажете, что я его не искал. И сегодня он переходит к команде. И мне. Команде... нет. Теперь на финале чуть подарим еще. Спасибо. Команда, которая почему-то проснулась только в конце, в самом конце игры, она проснулась и показала замечательный музыкальный номер, по моему мнению. Я же пятерка простая. Команда, мы не стесняемся. Давайте, на этом все... Воу-воу-воу! Спасибо! Спасибо большое! Алексей Проказов! Друзья, ваши аплодисменты! Всем привет! Борис, после суббищного вечера мне придется в паспорте менять свое имя с Александра на Алексей. Еще раз всем добрый вечер. Друзья, Александр, это все, вот, соседу к твоему. Братан, спасибо. Итак, друзья, давайте прежде всего КВНчики подарят аплодисменты нашим зрителям, потому что они очень долго ждали этого момента, этого полуфинала. В некотором смысле терпели. Ну, как там, выставляли оценки. Итак, что хотелось бы сказать каждой из команд. Мы не стесняемся, это было феерично. И знаете, без вас финал будет не столь фееричным. А если вы будете в финале, то мы будем уверены, что финал будет точно фееричным. Ох я! Друзья, что же у нас дальше, столик. Вот знаете, что мне понравилось в этой команде, это энтузиазм. Вот по ним сразу видно, что они хотят играть в КВН, и у них это в крови, поэтому огромный аплодисмент. Они сегодня увидели, что это было бы настоящего врача. Нечего надеть. За этой командой мне почастливилось однажды наблюдать. И заметим прогресс. Вы молодцы, девчонки, класс. Мирный друг. Сразу, с первых секунд было заметно, что это очень оригинально. И хорошая дикция у тебя. Парень, ты где? Ты подними свою руку, ты молодец. Давайте аплодисменты еще раз подавим на товаре. Ну, а я друг. Вы не опускайте руки, идите дальше, у вас все впереди. Классный костюм. И вообще, афер-классник на Новосибирском. Спасибо огромное, друзья. Спасибо тебе, Александр. Если можно поместить, то как вам будет. Андрей Иганкин, друзья, сритяйтесь. Спасибо всем. А как Кирилл? Кирилл отлично провел свою игру. Аплодисменты. Спасибо, Кирилл. Я вам верну. Да. Друзья, ну что ж, спасибо команду. Думаю, что мы еще на разборе полета все им расскажем. Просто сейчас аплодируйте друг другу. Мы туда. А там туда. Но. Подарки. Подарки. И сначала мы уже запускали сегодня от ТНТ розыгрыш. Можно так отойти? Мы не стесняемся. Сейчас разыграем призы, друзья. Третье место. Это спортивная бутылка и рюкзак с символиком проекта танцы. Вот. Леся Васильевна. Слышно, 8 лайков. Где вы здесь? Бегой сюда, на сцену. Конечно, пипо. Просто. Давайте аплодируем девушке. Зато, что она появилась, неспективная, не посвященная. Глаза, фото, фотографии. Да, можно аплодировать, пожалуйста. Бегуешь, смотрите, где-то. А танцы? Да. А не ходить на открытый лимон, КЛН? Нет. Да, это да. Есть второй подарок. А можно прям достать его? Да, друзья, это вот такая крутая толстовка. Ого. Да, да, да. Вот, смотрите, какая крутая, новая, новая, крутая. Толстовка. Новая. Остаются нам. Да, мужик, пакет. Это второе место, собственно, экран. Марьянна, 085, 92 лайка. Сделай. Бегом на сцену. Бегом на сцену. Покажи, как ты рада. Отлично. Ей салстовка на зиму. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Понятно. Спасибо вам. Ну, и... Серчика там уже уносит Алексей Карпенко, приезжает специально. Вот, 246 лайков. Все. Кушай. Дарья, 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 Даша. Бегом сюда, Даша. Вот она. Бегом. Иди сюда. Да. Аплодисменты. Ура, не аплодируй, победители. Залей, залей, залей. Подожди. А ты, ты знаешь Убтолию, все эти ответы? Сморишь танцы? Да. Да! Да! Здравствуй! Да! Все! Полисменты ей! Ура! Давайте! Все! Он не приедет! Ты че? Ладно! Это что это? Как шутки пахнут! Друзья, есть подарки! Есть у нас еще подарки от сети Лазер Арены. Лазер Арены, портал. Подумали, никому можно вручить. Я думаю, что команде мы не стесняемся. Можем вручить всю команду. Для того, чтобы расстрелились. Чтобы свою энергию не вылезли туда! На эту музыку свою бегали там. А... Свертикать в кальянную здесь. Вау! Да-да-да! И мне вам вручали мы команде Камбилый Друг! Пусть попробуем! Пойдите в шутки прикольные! А-а-а! 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 Черный покарный салон, красоты голова. Ого! Можно отделать себе луникюр, локоны... Как так, они говорят, бровки, шелак. Шелак, да! Вот! Это девушка Валя, если мы не стесняемся. И ты! Ты! Даа-а-а! Аа-а! Эбийен! Эбийен! Эбийену нечего надеть! а хорошо вот это честь да а и так команда я скажу что вручать сегодня была битва и вот полуфинал из одной игры стоящий и вот есть одна команда в турнире попадет финал мы решили так поэтому же не вверх позиции турнирная а внизу и она была ожесточенной перед музыкальным номером но вот так сложилось и я думаю что все будут ну наверное расстроены но аплодисменты и подпадают команду команда команда марта не все спокойно шестое веки все целых восемьдесятых баллов и вот и все и том пацаны мы вдвоем молодцы у нас испугались вдруг вы будете вот один стайк финал дойдет да вот теперь можно да вот от наших поводеров которые да вручают такие классные чекаты в процессе 7 процентов скидки это промсайпира везла делают такую сувенирку классно может прям с вашей символикой и это все сделают друзья итак получается пятое место по поводу да соответственно слушай замрел это кроп схем на шутб х комп вы Вау! Будьте, девочки! Поздравляем! Второе место команда «Колубин столик» 10-х, 10-й балл! И первая команда «Белый друг», «Белый друг», «Белый друг». Перед тем, как я закончил, я хочу пожелать команду, чтобы те, кто прошел финал, вам остается ровно в месяц, потому что 10-го ноября мы всех вас приглашаем сюда, на финал, где мы разыграем путевку в Сочи на фестивале «МИК», где будет представлять команду нашу лигу и наш город. Поэтому подготовьтесь, пожалуйста, и эти результаты не стоят, короче, радостно. Все, друзья, спасибо большое, что уходите на КМН. Приятные зрители, приятно для вас выступать.